Краевой Уфас готова войти в рабочую группу по контролю госзакупок. Об этом заявил руководитель ведомства. Метафрак скупил пакет собственных акций. Сделку у компании оценили аналитики. Падение спроса, по данным экспертов Перми, проседает сегмент малогабаритного жилья. Новости на РБК Перм. В студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. Глава Уфас Пермского края Антон Удальев намерен войти в межведомственную рабочую группу по проверке обоснования госзакупок для нужд края. Об этом он сообщил телеканал РБК Пермь. О необходимости создания группы ранее заявил временный исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников. Приглашение войти в состав поступило в территориальное антимонопольное управление на прошлой неделе. Главная задача работы – повысить прозрачность и подконтрольность закупок, сделать их более понятными бизнесу. Предполагается, что спорные вопросы того или иного аукциона или конкурса будут устраняться на этапе подготовки документации. Участие в подготовке примут представители Уфас. Участие с правом совещательного голоса, но ни в коем случае не с правом голоса, который принимает какие-то решения. Поскольку мы все-таки контрольный надзорный орган, мы готовы участвовать в подготовке такой документации, типовой, которая будет применима всеми заказчиками. На рассмотрение рабочей группы будут направляться документы не по всем проходящим в крае госзакупкам, а лишь по тем, что касается контрактов на строительство, закупки в IT-отрасли, компьютерного оборудования, программного обеспечения, научно-исследовательских работ и приобретения лекарственных препаратов. Также по новой схеме пройдут конкурсы и аукционы на сумму от 5 миллионов рублей. Елена Гелязова, назначенная вице-президентом Пермской торгово-промышленной палаты, об этом сообщили в самой организации. Она будет отвечать за взаимодействие бизнеса с органами власти и контрольно-надзорными органами, также курировать деятельности развития комитетов и рабочих групп, действующих при палате. Президент Пермской торгово-промышленной палаты Марат Биматов при этом отметил, что сейчас регион укрепляет взаимодействие с федеральной ТПП, в Прикаме намерены усилить блок защиты интересов бизнеса. С ноября 2015 года Елена Гелязова уже работает в статусе заместителя председателя правления Пермской палаты. Компания «Метафракс» приобрела почти 600 тысяч своих голосующих акций. Данные появились на сайте раскрытия корпоративной информации. Как объясняют аналитики, ценные бумаги были проданы действующими акционерами. Во время вынесения решения по крупной сделке они проголосовали против и могли предъявить свои акции на выкуп. По оценке экспертов, стоимость одной акции номиналом 1 рубль при этой сделке составила почти 49 рублей за штуку. Это решение может быть связано с тем, что ценные бумаги компании, по мнению экспертов, пока достаточно малоликвидны. Самый большой пакет сейчас у кипрской компании «Липанет Лимитед». Ей принадлежит более 92% акций химкомбината. Это почти 300 миллионов ценных бумаг. Можете сказать, что у основного акционера достаточно большая доля и акций не так много. То есть он может в дальнейшем акции собрать и там уже вплоть до принадлительного будет выкуп, если доля акционера превысит 95%. То есть на данный момент она находится в районе 92 с небольшим процентом. Аналитики добавляют, в прошлом году компания демонстрировала снижение в показателях прибыли и выручки в основном за счет падения цен на метанол ниже 300 долларов за тонну. Сейчас, по данным биржевых игроков, цены выросли до отметки 350-370 долларов. Спрос на малогабаритное жилье в Перми за два года уменьшился в два раза. Об этом говорят эксперты рынка. Большую популярность среди покупателей недвижимости сейчас имеют полноценные квартиры, как однокомнатные, так и трехкомнатные. По информации агентства Century 21, спрос на такой вид жилья среди пермяков все же есть, но небольшой тенденция к строительству малогабаритных квартир появилась два года назад на второй волне кризиса. В общем, количество таких квартир не превышает 5% от общего объема рынка недвижимости Перми. У одного из застройщиков на одном объекте спрашивают трехкомнатную квартиру, дом еще строится, а трехкомнатных квартир уже нет. Это у двух застройщиков такая ситуация. Раньше ситуация была несколько другая. Трехкомнатные квартиры продавались хуже, а вот сейчас просто такой вот. Однако в целом ситуацию по России аналитики оценивают иначе. По данным центра Медиана, процент однокомнатных квартир, в том числе и малогабаритных, по-прежнему остается самым большим на рынке предложения жилья в новостройках. Так, в 2016 году такие квартиры было 38%, а в январе 2017 года еще на процент больше. Больше новостей на нашем сайте. Оставайтесь на РБК и до встречи уже через час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова